Ребята, всем привет! С вами Александр и Jurassic World Live вот такое вот испытание нам дает. Путь к победе. Ваши противники, команда существ с высокой скоростью. Соберите команду стойких или бронированных существ, такие уменьшающие скорость способности, как удар превосходства, такомайзеры и тормозащие воздействия, также отлично подойдут. Ну, стой, из стойких у меня есть Трикозавр, в принципе, ну, Интераптор это вообще уникальное существо, но хочется, конечно, пройти вот более брониками, вот не понимаю, сейчас думаю, вот кем бы его так подойти. То есть первый удар мы однозначно пропускаем, у кого здесь есть опережающий удар. Кстати, у того же Трикозавра, у него есть скорость, не, скорость у него не хорошая, у него вот эта штука есть. Он сразу может занерфить кого угодно, так, блин, опережающий, здесь опережающий первый ход, вот тоже вот, кстати, есть. Вот тебя, вот тебя можно брать. Хочется также взять вот это вот, красавчик. Так, и, не знаю, вот так вот давайте. Давайте вот рискнем, пойдем без своих самых сильных, ну, в смысле, без Интераптора там. Но сначала мы качнем Мирагею, ребятки, да, там проведем парочку боев и вернемся к этому бою. Есть, в общем-то, ребятки, две башенки, да, одна обыкновенная, вот такая вот, давайте полюбуемся. Здесь у нас три Птерыча, ну, как раз, в принципе, травоядный против Птерыча, как в Jurassic World The Game, да, у нас такой бонус. Либо здесь есть вот такая вот битва, здесь пять битв, но более высокий уровень. Сейчас мы посмотрим, насколько нам хватит прокачать нашу Мирагею, да, так, Мирагея, иди сюда. Ты где? Вот наша Мирагея, мне выпало там три тысячи генов, так что сейчас есть возможность ее нормально так прикачнуть. Ну, если хватит больше, чем десятого, то можно пойти и в более жесткую башеньку. Да, да хватит, у нас много генов, скачнем выше десятого, наверное. Как раз у меня уже шестнадцатый уровень, ребятки, у меня уже минимальный выстрел двадцать шесть по Велонцераптору, так что еще быстрее теперь я могу фармить гены. Так, так, вот мы уже добрались до девятого уровня, но пока что показатели так себе. Можно будет собрать команду из кентрозавридов, да, и пойти в редкую башню там навалять. А, вот все, да, закончился, десятый уровень. Ну, десятый уровень этого будет маловато для, как бы, для редкой башни, что-то я думал. Да, вот я жил у обычных динозавров, там же, блин, дикий расход, короче, генов идет. Так, ну что, ну давайте сейчас будем собрать команду из кентрозавридов. Так. Кто там у нас пойдет? Ну, в принципе, гибрида можно взять, не, он слишком сильный, пятнадцатый левел. Вот, собственно говоря, стегозавр сам пусть будет. Давайте как-то из конца будем выбирать. Обычный цератопс у нас здесь есть. Вот, кого я хотел взять. И кто у нас тут еще есть такого вот, невысокого уровня. Че, все, где-то кентрозавр. А, у меня же здесь высоко вкачанный уже. Ну вот, кентрич, потом я его к двадцатому уровню готовлю. Ну, там есть даже и вот стегодея есть. При желании можно, короче, его будут выбрать. Так, может кого-то взять, кто еще щиты умеет пробивать, чтобы было попроще с птерчами бодаться, если что. Давайте вот этого возьмем, парнишку. Ну, вот так вот, да. И пойдем, пойдем сейчас наваляем. Вот у нас здесь три битовки как раз. Так, Мирагея, Урхик. Ну, вот так давайте. Сейчас еще разок протестируем Мирагея. То всего лишь у меня была она тогда первого уровня. Практически не получилось себя проверить. Но с птерозаврами это будет вполне себе такая еще непростая задача. Гатс и Гаптерикс. Они будут сейчас, как обычно, же меняться, как угорелые. У нас что здесь есть? Первый ход очищения плюс регенерация. Так, ну мы тоже будем постоянно стоять со щитом. И бить по 300, походу. Так, он вас бьет по 180. У нас еще есть бронебойная контратака. Блин, лучше бы эта контратака была спущена. Кстати, а щит он сдержит за всего лишь один ход, получается? У Мирагея. Так, он поменяется. Мы контратакуем. Ах ты, гаденыш, выжил. 33 холса. Так, давайте вот это используем. Так. Так, он себя усилил. У нас сейчас опережающий удар, хотя он это не... О, ну мы подхилялись полностью. Ну, это надо было делать, наверное, следующее. Нежели на этот. Это была контратака. А теперь сама... О, ну прошла атака полноценная. Бронебойная, но у нас был щит. Это хорошо. Перезарядка довольно длинная для... Ух ты, у него сквозь щит. Вот это будет нам дгана. Так, ну ладно, давай, братец Урхик, отстаивай честь. А мы что, одинаково по скорости? 125? 115? Нет, как бы. А, ждали подмены. Ну ладно. Так, ну 33 холса. Мы его по любасу пробьем. Так, я уже испугался. Думал, что придется ждать 6-240 секунд, но нет. Так, гаденыш, что-то-таки ударил. Косарь, вот. Так, Курхинка, сколько у тебя там 7 ударов? 674, а это у нас было полтора удара. Довольно неплохо. Так, ну вот сейчас бы, конечно, не помешало, а то 1700. Довольно ожидаем. Так, а у нас хилялка уже доступна. Ай-яй-яй, это не хоть динозавр. Но он будет биться, скорее всего, сейчас удар с подменой на полтора урона, потому что мы сделаем так, когда все идеально вы угадали. И всего лишь 54 получили. И забираем скорость, хотя у нас уже она вернулась к нам. Так, у него ударов со щитом нет. Но есть снижение скорости. Ну, опять же, опережающее замедление, и потом уже бьем просто сильным ударом. Ну, вот на таких-то башенках как раз можно стратегии отрабатывать правильного применения динозавров. Так, ну все, прощаем. Здоровенные такие, здесь аптерзавр просто гигантные. Так, давайте на второй бой возьмем вот так, вот так, вот так. Ну, попробуем, возьмем сейчас, начнем эрогея, потом возьмем стегича, например, и если понадобится, то нашего гибрида, блин, забыл, как его зовут. Значит, ты гибрид или ты не гибрид? Диа, да, демодактиль, деморфодон плюс птератактиль, никто уходил. Ну, мы возьмем его потом. Так, сначала мировые, он же кентрозавр, по виду. Так, появился гацегаптерикс. Ну, давай. Ну, в целом, да, мировые, как это слабовато. Слабовато. Есть контратака у нее, конечно, полноценная. Ну, 50% здоровья себе регенит. Это неплохая такая обилка. Так, снова щит. Когда он ударит своим полтора урона, тогда можно будет и подхиляться при необходимости. Но еще рано, еще рано. Еще мало урона получили. И выживает гаденыш, да? Конечно, это нехорошо. Так, ну вот, подмена. А, на такого же их? А сколько их ущуток? Так, давайте вот так. У него сейчас же обычный удар будет. Не совсем обычный, да? Замедление, черт, и он сможет нанести свой полуферный урон. Я не успею поставить. А, вот это, конечно, косячок такой. Вот это надо было пропускать. Но у него, по крайней мере, не было счета, и мы его пробили. Это хорошо. Хорошо, что мы пробили, а не он подменился. Нету бонуса. Так, это буксуара. А, в контакте у вас. После замены есть контратаку у него. И ударство щит. Это, конечно, нехорошо. Стоит, наверное, подмениться сейчас. Ну, неплохо, кстати, да. Если противник не использует щит... Не успел подмениться, то довольно неплохо это бывает. Так, давай, стегич, выходи. Накажи тут всех. А, рамбут гриана. Ну, блин, непобедимость. Жаль, жаль. Зря использовал этот удар, надо было обычным бить. Но у стегича все удары замедляющие. Это, конечно, не прошло. И неплохой такой удар. И жизнь. Ну, 15 левел стегича, конечно. Так, ну че перна-то? А, тут думал подмениться. Да, нету смысла подменяться. Уже покойник. Так, и это победа. Че, что-то даже да... Так, че мы возьмем тут на последний бой? На последний бой вот так можно взять, вот так можно взять. Ну, вот этих, ну, на всякий случай. Ну, как же, откроем из Мираги. Полюбуем на нее в последний раз. Ну, он сразу подменился, да? Щит на 50% на доход он получил. А по ударам у него... Сейчас будет обычный удар. А потом будет удар с заменой. Нет, смотри, он на нее сейчас щит. Ну, я тоже буду пока продолжать бить со щитом. После двойного урона его попытки подмены можно тогда уже и хиляться. Вот, после этого удара можно будет и подхиляться, но... Следующий удар у него будет с замедлением. Поэтому, наверное, наверное, не буду этого делать. Так, он подменился, патлец. Сейчас нам превентит, блин, и у нас считание. А, вот уже есть. Ну, больно, 293-го щит прошло. И это усиленно еще до сих пор остается, блин. А, ну, да. Пробедите. Давай, кентрич. Уничтожь его. Да, дзянгазавр, вообще-то его кентрича назвал, блин. Дзянгазавр, точно. Появился кецель, да, 50%. А давайте мы тоже сменимся, что нам стоит в дом построить. И сразу еще и проатакуем. Блин, это же шаровый удар, блин, с кровотечением. Ой, ну, демодактиль неплохой. Да, он сейчас умерел, умрел от кровотечения. Прикольно, демодактиль. Опять же, даем любимый наш кровотечения, да. Так, типа, заметил у нас запрет на замену и еще и забрал на скорость. У нас отряжающего тут никого нет, ну? К сожалению, нет. Если... Не, полтора, наверное, пройдет, да? Да, пройдет, и пойдет. Ну, у него уже там осталась фигня жизни. Так, даже стикадея, вот, за... Крутейший динозавр. Только мне его прокачать надо. Ну, и я этому вообще побарабану, эти динозавры. Пасов 1400, ой... Ой... Вообще на изичах. Так, ну что. Кого берем, кого берем? Давайте начнем с Брахика. Ну, в смысле, надо потать и там. Это... Надо потозавр плюс брахиозавр. Ну, вот такое вот существо. Естественно, по нам сразу будет прилетать вот этот удар, потому мы его замедляем. И сможем поставить себе щит. Так, а жизни-то у него немало, я-то думал... А почему это у него было? Ну, щит ставим. Следующий удар должен быть обязательно замедляющий. Больно, конечно, пьет. Он нас пробивает, блин, намного сильнее, чем мы его... Блин, он щит поставил, ё-моё. Нету очищения, его надо потать и там. Очень мало мы его пробиваем. Контр-атака тоже очень слабая. Но, как бы, он не затащит даже вот это вот одного. Но мы, по крайней мере, да, ну, с преимуществом скорости на нашей стороне. Его поддерживать несложно, но... Но надо подменяться, как бы. Не тащит. Надо дождаться, пока у него щит не сходят. Блин, черт, у нас очищения такие есть. Я чуть не обратил внимания, что этот удар у нас очищается. То есть вот сейчас нужно очищение. Блин, а у него сколько щит-то держится? Два хода. Да пора подменяться, иначе хана нам. Блин, сейчас прилетит нам по полной. Уууу, да. Кританули его, конечно, классно. Забрали у него скорость. Блин, а ну если бы не было вот этой фигни... Так, ну этого я могу пробить. Ну, населения у них нет, конечно. Одного бы мы пробили, но я потерял практически двоих. И следующий будет ходить быстрее. Здесь была бы способность получше. Так, ну, блин, если я сейчас подменюсь, то это тут вообще печально. Черт, он вообще усилил себя. Неужто ли мы не сможем этого одолеть? Так, ну у нас есть... О, точно, он себя усилил, а мы сейчас минус 90 от сил удара. И по барбаму нам вся его усилялка. Это, короче, очень крутая штука. Потому что он бы сейчас нас просто бы говном пробил бы. Так, его усилялочка прошла. Отличный удар. Это контратака. И давай, пробей, пробей. Умничка, дочка. Так, потому что у нас слабый удар был. Нас ослабили. Он быстрее. Что можно сделать? Давайте вот так вот. Нам по боку, блин, но вот это занижение улона, конечно, неприятно. Давай нам обычный удар, а мы себе двойной. Ах, ты ж гаденышка такой. А сейчас... А ну... Выжил. Выжил, подлец. Ему не на кого подменяться, да? Да! Ну, трики затащил, конечно. Надо подойти там вообще. Вообще, как-то мне не понравился. Ну, мне он изначально как-то, блин, он не может демажить. Он вроде как и сидит там в защите, а пробить сам-то не может. Как бы сам не умирает, но и убить не может. Да, а рапторы 27-го левела с тремя тысячами жизни этого... Это вам не просто так. Так, насыпают нам тут тысячи генов. Так, блюшки дали нам. И... Пирораптор. Нам, на пиритатора. Я уже его пиритатора качнул, по-моему, на 19 левел. Вот такие, в общем-то, у нас дела, ребятки. Так что, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. До встречи. Субтитры создал DimaTorzok